Сегодня говорим с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Виктор Андреевич, здравствуйте. Это вас. Об этой встрече мы договаривались больше двух месяцев. Насколько мне известно, за это время вы успели побывать и в заграничных командировках. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Я политическая часть, состоящая из ряда конференций, ряда международных встреч, ряда высокого уровня контактов, которые нужно проводить для Украины. Так что есть и эта часть графика. Что касается домашнего графика, то он касается в первую очередь войны. Потому что очень много бед, несчастья, потребностей. Кому надо медицинскую помощь, кому гуманитарную помощь, где нужно сформировать обращение, то коллективное, то индивидуальное. Словом, сейчас, как никогда, нехватка времени. Я понимаю, что обязанностей у нас сейчас очень много. У каждого. Чтобы ты не делал, у тебя мысли о фронте, о наших парнях, о наших девушках и о том, как приблизить День Победы. Мы боремся сегодня за мечты, которые были у наших прадедов, дедов, а не только у поколений сегодняшних. И потому, на самом деле, это великое победоносное сражение, к которому мы готовились добрых 300-350 лет. Хочется поговорить с вами об изменениях, которые сейчас происходят в Украине. Чем вы, как украинец, сегодня гордитесь больше всего? Больше всего горжусь нацией, потому что так громко, консолидировано. Так одним голосом мы не говорили еще никогда. Нас пытались растянуть, что мы разные, что есть Запад и Восток. Русскоязычные, есть украинцы, есть русская церковь, есть украинская, есть культура и так далее. Я бы сказал, что политика девальвации всего украинского, которая особенно жестокой была в 20 веке, когда нам запрещали, начиная от алфавита, дальше театр, книга, библиотека, потом театром, потом книжкою, потом библиотекой. Сдавалось, что мы уже не успеем на тот поезд, который ведет к целостной, красивой, политической, европейской нации. А мы успели за эти 30 лет и сейчас демонстрируем. Но вы же чувствуете, что нами гордится весь мир. Нам аплодируют те, которые, возможно, еще 15, 20 лет назад не разрешали говорить какие-либо комплементарные слова. У нас действительно колоссально произошел положительный процесс, когда мы, я не хочу говорить это слово, квази-нация, но по некоторым вопросам мы уже были квази. Сегодня мы пришли к целостной, хорошей, европейской, политической нации. Второе, то, что сегодня скажет любой рядовой человек. Нашим солдатам и нашей солдаткой. Спросите в Европе любого политика. Спросите в США какого-либо политика, особенно близкого к военному делу. Они скажут, что украинский генерал, украинские солдаты, солдатка заслуживают только аплодисментов. Какая армия в Европе может так многофункционально использовать арсенал вооружения, как украинская? Не одна. Украинский солдат самый интересный, мужественный, стратегический, тактический, лучше всего вооружен. И первый параграф, с которого я начал отвечать, и второй параграф, посвящен военным. Нас привели к тому, что мы почувствовали, что мы обладаем таким величием духа, что нам этот Путин не страшен. Нам эти орки не страшны. Мы уверены, что мы их победим. Ни у кого в этом нет сомнений. И в конце концов, мы пришли к политическому пониманию, что сегодня главный дипломат у нас – солдат. И каждое его поведение, оценка, мнение о том, как должна Украина двигаться в этой московской войне, является базовым и фундаментальным. Мне кажется, спокойно. Потому что нет в мире силы, которая бы украинскому солдату сказала. Слушай, может, бросай тушинель, бросай автомат или БТР, давай садиться за стол переговоров. Нет, добро на это. Такого акцента наш солдат не даст. Одной из самых чувствительных общественных тем до сих пор остается язык. Какую стратегию должно выбрать государство, чтобы больше украинцев говорили по-украински? Нация начинается с языка. Это суть национального. Язык – это вместилище нашего духа. Наш родной язык. Если мы с умом подходим к этому вопросу, мы должны стремиться к формированию и реализации той языковой политики, которая процветает сегодня у каждого из наших соседей, всех европейских соседей. Поэтому украинский язык – это наша граница. Если мы будем цельными, и в базе этой целостности будет стоять наш язык, наша культура, наша память, наша история, наши герои, мы будем такими, как поляки. Ни с одной стороны их не распилить, ни география их не разрушает, ни национальные герои, ни память, ни библиотеки, ни музеи, ни язык, Это не политика одного дня. Это не политика одноходовка. Очевидно, что ее нужно проводить корректно, тактично, уважая каждого человека, потому что это тонкий лед. Но я сегодня подчеркиваю то, что направление этой политики очевидно. Давайте вернемся в 2005 год. Когда вы стали президентом. Независимой Украине тогда было всего 14 лет. Многие украинцы тогда смотрели российские сериалы, не знали войны и принимали свое первое Евровидение. Когда вы оглядываетесь назад в то время, что вам кажется было самым трудным? Самое тяжелое было положение после 14 лет пророссийской, или я даже сказал бы, что российской политики, которую проводила либо постоянно, либо время от времени Украина. Вы помните ту атмосферу, которая возникла в значительной части общества? Мол, этой политики уже достаточно. Мы должны потихоньку, потихоньку менять ориентиры и переходить на политику европейской интеграции. Мы должны переоценивать свое отношение к свободам, к демократии. Таким образом мы подходили к выборам в октябре 2004 года, что это последний шанс, который у Украины есть. Или мы сливаемся с Россией, повторю, так как Беларусь, так как страны Центральной Азии. Или мы в конце концов возвращаемся домой, к той политике, которая всегда была присуща украинскому государству, времен Руси или казачества, или государством, которое мы образовывали в 20 веке. И я считал, что 2004 год – это та точка, когда мы еще успеваем вернуться домой. Или если мы проигрываем 2004 год, мы проигрываем надолго. По крайней мере, на несколько поколений, потому что Россия с той политикой, которую она начала проводить в Европе, финансово мужала из года в год. Коррупция, с которой Россия проводила политику, особенно в Западной Европе, привела к тому, что сегодня практически в каждом национальном парламенте Европы есть силы, которые будут долго бороться за Россию, за российское присутствие в Европе, за отношения с Россией. Готовясь к интервью, я спросила своих друзей, коллег, родителей, чем им запомнилось ваше президентство. И самые первые ассоциации – это патриотизм, популяризация украинского языка, возрождение национальной памяти. В то же время, среди нареканий – медленное внедрение реформ, мощный запрос на который был после Оранжевой революции. Считаете ли вы, что достижения Оранжевой революции были провалены? Ни в коем случае. Можно начать с того, что в 2005 году была проведена конституционная реформа. С этого времени Украина стала парламентским государством. То есть государством, в котором формирование правительства принадлежит парламенту. Выборы премьера принадлежат парламенту. Выборы каждого министра принадлежат парламенту. До 2005 года это была функция президента. Если мы говорим об экономической политике, о политике свободы, демократии, военной политики – это все элементы парламентской политики Украины. До сегодняшнего дня. Ну, например, реформа суду. Например, судебная реформа. Первый, кто в Украине создал концепцию реформы суда – это та комиссия, которую я назначил во главе с Сергеем Головатом. Концепция была сделана, подана в парламент, и что? Украинский парламент 2005 года – это парламент, который по эстафете мы приняли от периода Леонида Кучма. Возглавлял парламент Литвин. Большинство было с регионалами, коммунистами и так далее. Вот скажите, пожалуйста, что можно провести в таком парламенте? Ничего. Ничего не проведешь. С той философией, из какой... Ничего? Ничего не проведешь. Поскольку с той философией, которая в 2004-м, в 2005-м году была в стенах парламента, это была антитеза. Напротив, мы выступали против их политики. Но по Конституции они могли еще полтора года находиться в парламенте. Приходит следующий 2006 год. Провели перед летом выборы, когда осенью закрепились в новом парламенте. Ситуации в новом парламенте у меня было 72 голоса. Вот мне интересно посмотреть, как бы кто-нибудь из президентов, у которого было 72 голоса в парламенте своей политической силы, провели реформы президента Ющенко. Интересно было бы мне посмотреть. Украина 2005-2010 годов это Украина, которая получила больше всего, например, инвестиций. Более 35 миллиардов. У нас каждый месяц 1 миллиард инвестиций приносил. Я скажу, что в общем вопросы национального развития, вопросы европейской интеграции, вопросы новой модели коллективной безопасности и членства в НАТО, и экономический подъем, который был лучшим за наши годы независимости. По экономическим темпам мы не опускались ниже 7% динамики волового продукта. У нас были кварталы, где было до 12% прироста волового продукта. Давайте еще раз повторим такое. Я бы сказал, знаете ли, не надо легкомысленным судом судить. Я думаю, что мы прошли 2005-2010 годы в варианте, из которого не следует делать очень горьких выводов. В варианте, который мы, принаймне, не повинны поддавать очень горьким выставкам. Поминовение жертв Голодомора сейчас стало нациотворческим и объединяющим нарративом. А каково было восприятие этой трагедии в Украине в то время, когда вы стали президентом? Очень интересный вопрос. Очень интересно. У нас каждое поколение мечтало о независимой Украине. Приходит 20-е столетие, очень трагическое для Украины. Мы больше всего в Европе потеряли людей. 10 миллионов на фронтах Второй мировой войны. 10 миллионов в 32-м, 33-м годах. И еще 5 миллионов в 20-х и 40-х годах. Но какая нация такую трагедию может пережить? Украинская. И потому, когда мы говорили с 2005 года. Знаете, вы должны гордиться своими дедами, своими бабушками, которые даже в 20-м веке пережили одни из самых больших трагедий, которые касались нашей земли. И если вы их не помните, если вы не чтите их жизнь и их смерть, потому что я думаю, что до последней секунды они думали о вас, внуках и правнуках. Они надеялись, что завтра будет та жизнь, о которой вы мечтали. и потому, когда я провозгласил одним из вопросов нашей национальной политики. Давайте мы дадим оценку этим трагедиям. Ведь если мы подойдем к честной, научно обоснованной и правильной оценке, на самом деле мы добавим себе еще пару крыльев, которые поднимут украинскую нацию. Мы начали со школы, будто силами школы успеть зафиксировать показания, потому что уже тогда, 75 лет прошло со дня большого голода. С дней голода 20-х годов почти не было свидетелей. С 32-го, 33-го свидетелей еще можно было найти. В Книгу национальной памяти за три года мы дописали полтора миллиона человек. Я вношу в парламент закон о голодоморе, геноциде 32-го, 33-го годов. Казалось бы, на сегодняшний день эта тема глубоко изучена. Мы разбираемся в ее причинах и истоках, преступниках, которые создали этот голод. И возник вопрос, конечно, что это российская политика. Московская политика геноцида украинской нации. Слово «украинский» в этом определении ключевое. Потому что другие нации знали голод, но голод целенаправленного убийства как способ знала только украинская нация. Я знала только украинская нация. И я до сегодняшнего дня до некоторой степени трагически и драматично вспоминаю тот день, когда в парламенте было голосование. Згадываю тот день, когда было в парламенте голосование. Мы победили в парламенте. Вы знаете, что? Мы победили в парламенте. Вы знаете, что большинство в украинском парламенте 226 голосов. Половина от 450. А за голос геноцида в Украине в 1932-1933 годах проголосовали 227 нардеп. Это ответ на то, с чего мы начинали. Потому что многие люди думали, что это политика, что президенту нечем заняться. Так давайте вспомним дедов-прадедов. А что вы думаете о строительстве музея Голодомора? Ведь есть украинцы, которые не поддерживают эту идею. Мол, не время. Деньги должны идти на армию, а не на строительство музеев. Вы видите, что последние два года там консервация. Там большого движения вы не увидите. Вы видите, что мы в фонде, который обеспечивает финансирование разных конкурсов, разных потребностей в организации этого музея. Как вы понимаете, мы работаем исключительно на общественные пожертвования. Там нет ни одной копейки, которая была бы взята от войны, от фронта и направлена была бы на этот музей. В этом году, когда началась абсолютно правильная дискуссия, нужно ли нам сейчас золотить купола Софии? Думаю, два сезона до победы мы подождем. Можем подождать, если бы нашим солдатам, солдаткам дали то, что им нужно для победы над московитами. То же касается и музея Голодомора, то же касается и строительства дорог и так далее. Сегодня главный вопрос дать ответ, что Украина вечно, что мы побеждаем. А через финансовый год мы найдем на Софию средства на то, как достроить музей Голодомора. Я думаю, что к тем большим датам памяти мы все сделаем, чтобы культурная сторона украинского вопроса была подведена в высоком качестве. Украинское вопрос было подведено в высоком качестве. И уверен, что мы успеем все сделать после победы. Во время вашего президентства были уничтожены последние 10 бомбардировщиков, принадлежавших Украине. Объясните, в чем заключалась необходимость этой утилизации? Была ли возможность сохранить их? Коварный вопрос. Я смотрела интервью Буданова в сентябре. Может быть, вы тоже видели? Он об этом упоминал. Я сразу после интервью перезвонил экс-министру обороны Юрию Яханурову, чтобы он напомнил мне ответ. Президент никакого распоряжения об уничтожении не писал. Это очевидно. Это очевидно. Другая история этого вопроса. Во-вторых, какова история этого вопроса? Министр обороны мне ответил, что в 1994 году, после завершения Будапештского саммита, после подписания меморандума о передаче ядерного оружия неотъемлемой частью этого международного документа относительно стратегических бомбардировщиков было либо передача их России, либо разборка этих самолетов в Украине. И тогда было принято решение, что какая-то их часть в 1994 году была передана России, а эти 10 самолетов, о которых вы говорите, боюсь ошибиться, это последнее уничтожение. Очевидно, тогда Министерство обороны подошло с пониманием того, что передавать эти аппараты России политически нецелесообразно. Чтобы выполнить международные обязательства, их нужно разобрать в Украине. Их нужно разобрать в Украине. Это стратегические бомбардировщики, которые были в рамках международных обязательств разобраны. Это те обязательства, которые должна была выполнить Украина. Мы договорились, что отправляем письменное свидетельство Москве. Письменное свидетельство о том, что мы хотели бы, чтобы из Севастополя в соответствии с предыдущим международным соглашением российский флот был выведен до 2017 года. В соответствии с предыдущими международными соглашениями российский флот был выведен до 2017 года. Вы понимаете, с какой радостью Россия это встретила? Начала аргументировать, что они не успевают за 10 лет модернизировать Новороссийский порт или любой другой, что им нужно 20, 30, 40 лет для этого. Мы ответили повторно, что никакой ревизии договора о размещении российского флота не будет. После 2017 года ни одного российского корабля или любого другого плавсредства не должно быть в Украине. Тогда собрали пять главных конструкторских бюро, которые занимались военной тематикой. Они и по сей день занимаются. Понимая, к каким экзаменам нам нужно готовиться, имея за плечами остров Тузла. Тот конфликт, который при президенте Леониде Кучме мы уже тогда почувствовали, что вот-вот они насыпают дамбу рядом. Осталось несколько сотен метров до Керчи. Керченский мост это любимая игрушка Путина. Мы понимали, что это большая угроза Украине. Были выделены финансы, породившие разработки, которые потом нас привели к танку «Оплот», одному из лучших в этой серии, затем к различным системам противовоздушных и противоракетных. Ольха, стугна. У нас были разработки по стрелковому оружию, по пистолетам взятым на вооружение, у нас были «Нептуны». взятые взятые на озброение. У нас были «Нептуны». Словом, это то дыхание, с которого мы хотели начать новую военную доктрину в рамках сближения с системой коллективной безопасности Европы, панатлантической, чтобы у нас появились арсеналы, достойные вызовов того времени. Что вообще мешало строить и укреплять украинскую армию? У нас тогда большие конфликты с правительством были. По военному бюджету я несколько раз официально говорил о том, что если не будет удовлетворения, удовлетворен армейский бюджет, если не будут удовлетворены цифры, которые Министерство обороны подавало как проект Министерства финансов и правительства в целом, я на такой бюджет наложу вето, я его не подпишу. И у нас дважды такой механизм исключительно по системе Министерства обороны пересматривался. Отправляли на доработку и украинской армии добавляли должное финансирование. По вашему мнению, будет ли в конце концов Украина в НАТО? Нет вопросов. Мы как никогда близко подошли к пониманию, почему полезна для европейского проекта коллективной безопасности Украина. сегодня Украина воюющая, как одна из лучших армий НАТО. С высоким классом и практически с любой техникой, которая производится либо в Британии, либо в Германии, либо во Франции, либо в Америке. Словом, это одна из самых профессиональных армий, защищающая сегодня не только Украину, но и мир от российской оккупации. Я убежден, что Украина одержит победу, что Россия будет побеждена. Очень важно не замыкаться только на украинской части победы, а прислушиваться дальше. Если Россия останется такой путинской, как сегодня, то это несчастье для всего мира. Тогда, пожалуйста, не спрашивайте, по кому звонит колокол. По всем вам. Такой России быть не должно, и поэтому после украинской победы, когда мы вернем все материнские земли, когда закончим 9 других пунктов мирного плана президента Зеленского, мы перейдем ко второй части нашей победы. Это то, как вместе с миром сделали, чтобы политики сегодняшней России не было. После нашей победы, безусловно, встанет вопрос шанса России. Я думаю, что мы должны дать шанс коренным народам России. Я убежден, что у Татарстана давно уже есть проект национального освобождения, что у Башкортостана есть проект национального освобождения. Тем более стране, богатой ресурсами, прежде всего, энергетическими. Я думаю, что этого заслуживает Дагестан, Ичкерия, Ингушетия и многие другие национальные территории, в которых сохранена национальная память, в которых есть национальный язык, религия. Другими словами, всех, кто пожелает в этой тюрьме народов стать свободными, наша обязанность – поддержать это устремление. Как думаете, после всех преступлений, которые Россия совершила и продолжает сейчас совершать, возможно ли в перспективе историческое примирение? В моей модели России нет такой. Я уточню свою позицию. Здесь вопрос не в Путине. Тут питание не в Путине. Сегодня можно говорить, что носителем путинизма является не только Путина, а есть 140 миллионов в этих маленьких Путинах. Даже если будут проведены в России свободные выборы, я не думаю, что будет достигнута та цель, которая приведет к покою в наших отношениях. Я не верю в это. Вы много репортажей видите из России, по которым можете создать образ рядового россиянина. Ему свобода не нужна. Это не его потребность. Ему демократии не нужны. Единственное, что начнет его тревожить и вести в большой гнев, если начнет дорожать водка или табак в России. Это две причины для бунта. И когда мы будем говорить, а за кого будут голосовать после Путина? За Путина. Ибо он создал целое сообщество, которое еще много лет будет принимать путинскую политику как лучшие из того, что они знают. Так или иначе, война коснулась почти каждого в Украине. Есть ли сейчас на фронте кто-то, кто дорог вашему сердцу? Каждый солдат. Пару недель назад я обратился в поликлинику. И рядом с реанимационной палатой была одна палата, в которой лежал наш солдат. Я, сестричок, попросил, что я хочу... Я медсестрам сказал, что хочу войти к нашему казаку. Я зашел и вижу, знаете, такой большой символ, такую большую картину. Лежит молодой паренек, думаю, лет двадцать, двадцать два. Двадцать, двадцать два, можливо. Левой руки нет. Правой руки нет. Правой руки нет. Культя какая-то. Культя якась. Правого ока нет. Правого глаза нет. Лицо иссечено осколками. Этот солдат обращается ко мне и говорит, господин президент, вот смотрите. Вот эта рука у меня будет. Это тоже будет работать. Глаз. Вы посмотрите, у меня было два глаза, теперь один. Так я и с одним буду жить. У него дух был такой, знаете, что слова, которые стоило бы говорить кому-то, кто зашел, он сам их говорил. Мол, все эти, кто здесь стоит, имейте в виду, что у меня такая сила, я такой казак. Все это очень печет, за это очень щемь. Я, знаете, как вижу солдата в магазине, где-то на улице, в аэропорту или на вокзале. В аэропорту или на вокзале. Первое, что хочется, я это делаю, подхожу, обнимаю и говорю, ты знаешь, что ты лучший. А он говорит, знаю, мне сегодня уже говорили. Да, слава им. Слава им. Благодарю вас за этот разговор. Спасибо вам. Спасибо.